Ну вот по поводу смертной казни, примечательно, что уже и Володин поддержал эту идею, собственно, и другие представители, Володин Миронов, и вроде бы даже утверждает, что для этого необходимо всего лишь решение конституционного суда, кое-кто, да, Володин, что не нужно менять, менять вообще конституцию, а всего лишь решение конституционного суда. И вот есть такой Николай Митрухин, политолог, он пишет, что вообще это может быть такая битва между Кириенко и, может быть, даже в целом администрация президента с одной стороны Володиным с другой, которая предоставляет также точку зрения Медведева. Медведев же, помните, заявил первым об этом, такая позиция фиолетово-черных в путинском окружении. И вот Николай пишет, интересно, мне услышать ваше мнение, Юрий, вы думаете по поводу того, что, вот он утверждает, все прекрасно понимают, что сегодня к стенке поставят террористов, а завтра высокопоставленных коррупционеров. Потом через расстрелы счеты начнут сводить между собой группировки силовиков, неотличимые сейчас от крупных рейдеров. Короче говоря, аппарату и бизнесу оно не надо. Путин, видимо, запустил тему и думает, а вот партия войны хочет стрелять уже не только в Украине, но и в России. Видите ли вы, вот, собственно, и саму идею возвращения эксперта Касни, как такую долгоиграющую и вообще уже ознаменующую собой новый такой виток в позднем путинском периоде? Какие последствия действительно это может иметь? Ну, Медведев, на самом деле, в своем телеграм-канале давно и неоднократно призывает к введению смертной казни, к возвращению смертной казни. Я не конституционный эксперт, в России был введен мораторий на смертную казнь. То есть это как бы приостановка использования смертной казни. Я не знаю, что требуется для того, чтобы ее отменить. Я подозреваю, что эта процедура достаточно легкая и быстрая, особенно в российских условиях, когда оппозиции ни с чьей стороны никогда нет. То есть если для этого требуется, например, резолюция или проект законодательный со стороны Думы, то они его нарисуют 24 часа. Если требуется, что Верховный Совет его одобрил, то Верховный Суд, извините, Россия его одобрил, то в следующие 48 часов одобрит Верховный Суд. Так что это как раз бюрократические все проблемы, как вы понимаете, в Российской Федерации, когда это нужно, руководство решает очень быстро. Действительно, это вещь обоюдоострая. Дело в том, что это скорее всего в крови у ФСБ уже как бы течет такое генетическое изменение произошло. Дело в том, что в советские годы, ну прежде всего в сталинские годы, но и позже, ФСБ от смертной казни очень страдало. То есть, если мы говорим про руководство госбезопасности, ну не ФСБ, НКВД тогда было, да, то расстрелы производились на уровне десятков тысяч людей, да, причем это высшие руководства госбезопасности. Последние расстрелы относились к 56-му году. До 56-го года чекистов расстреливали. Поэтому они это все про себя знают, да, что главный их враг был коммунистическая партия, да. Поэтому, кстати, с такой легкостью в 91-м году и разрушился Советский Союз. Так что, конечно, сегодня будут ставить к стенке террористов, да, но завтра, безусловно, этот спик расширится, потому что под него подведут еще и, например, там экстремистов, да. А для простоты разговора, вот буквально там несколько недель назад завели уголовное дело против Гарри Каспарова и по статье экстремизм. Ну, это как пример, да. Хотя, как бы, вроде бы далек Гарри Каспаров, да, от смертной казни, которую введут в Россию. Но если расширительно толковать терроризм, а это легко и просто, вся Украина подпадает, кстати говоря, под терроризм, да, по классификации российских руководителей, то, конечно, под смертную казнь можно просто кого угодно подводить. В басманском суде, там, безусловно, подведут кого угодно за любое деяние или даже при отсутствии. Так что это опасный момент, это опасный момент для них, для всех. И да, безусловно, я уверен, что никто в глубине души не хочет возврата смертной казни, понимая, что это и против них может обернуться. Но, понимаете, в глубине души, может быть, и войны этой никто не хотел, а тем не менее она уже длится два года и унесла жизни сотен тысяч людей, да. Поэтому как-то Россия так очень странно устроена. Вроде бы здравый мир, здравый смысл должен диктовать одно, а по жизни происходит другое. Ну вот, кстати, по поводу смертной казни, как потенциального такого, скажем так, знаменующего фактора нового поворота, скажем так, победы самой радикальной группировки или группировки башни из всех башен Кремля, есть тоже такое мнение, я могу сказать, в том числе и известный украинский политолог Вадим Денисенко, он выдвигает такую версию, что это был такой маленький, я цитирую, латентный госпереворот, именно с тем, чтобы главным бенефициаром стал Николай Патрушев. И он приводит как раз несколько вот таких вот за в пользу этого аргумента, что, собственно, тут и вот эти новации из уже идеи возвращения смертной казни, также изменения риторики Пескова и уже буквально запрет на какие-либо обтекаемые, скажем так, формулировки того, что произошло, то есть уже есть линия партии без особых доказательств. Вот сказали, все, это украинцы, другой версии мы не воспринимаем, и все остальное будет хораться строго по закону. Это жестокая очень позиция посла России в Польше, как он называет, демонстрация такой необязательной такой агрессивности, и использование цирконов по Украине. То есть вот он считает, что это может свидетельствовать в пользу того, что мы сейчас говорим про серьезное очень укрепление этого тандема Патрушева-Чемизова. Ну вот это и есть одна такая теория. И вот заодно, может быть, мы могли бы прокомментировать тоже такую информацию о том, что за теракт, возможно, за вообще его организацию отвечал непосредственно первый зам директора ФСБ Королев. Ну, вы знаете, опять же, сейчас очень рискованно делать какие-то выводы. Ну, рискованно, потому что мало информации. Может быть, этой информации будет мало еще какое-то довольно долгое время. Но я вам сейчас просто приведу пример из того, что мы знаем. Вторая служба, сейчас это, кажется, так называется, они все время меняют название. То ли просто служба по защите конституционного строя. Это бывшее второе управление ФСБ Российской Федерации, отвечавшаяся за борьбу с терроризмом. Генерал Михаил Белоусов возглавлял внутри этой службы. Сейчас, может быть, это уже другой человек, потому что моя информация относится к какому-то количеству лет назад. Он возглавлял отдел, занимавшийся вербовкой диверсантов из числа людей мусульманского вероисповедания на территории Российской Федерации, из территорий бывших советских республик. У них была группа из 50 офицеров, каждый из которых завербовал примерно 8 человек. Значит, 50 на 8 — это 400 человек. Вот с этой группой 400 диверсантов они работали, готовили к терактам, их засылали с поддельными в основном документами и легендами в европейские страны, и они занимались там терактами. Если вы помните, была такая волна терактов в Европе, когда каждый раз находили, условно говоря, российский след или бывший след советских республик, когда это были террористы из Ингушетии, Дагестана, Чечни, Узбекистана, Таджикистана и так далее. Вот это те самые люди, которых вербовал Михаил Белоусов. Понимаете, наверняка этот отдел как работал, так и работает. Наверняка вербовка и подготовка этих диверсантов продолжается до сегодняшнего дня. Ну да, готовят их к тому, чтобы они совершали теракты в Европе. Но как часто бывает, опять же, у спецслужб, это даже мы сейчас не рассматриваемый вариант, что их использовали именно ФСБ для организации терактов в Москве. Но очень часто бывает, когда завербованные агенты, диверсанты, ну, их готовили для одного, а они как бы совершают другую операцию. готовили их для того, чтобы взрывать в Париже, а они как-то перенаправились, или их перенаправили, и они взорвали в Москве. Поэтому, опять же, мы, может быть, никогда об этом не узнаем, потому что сами диверсанты, сами террористы могут до конца не понимать, кто ими руководит. Вот сейчас там просачиваются какие-то сведения о том, что с ними по интернету, кто-то там связывался, кто-то там их вербовал, кто-то им перевозил какие-то деньги. Но, в общем-то, это же мог быть кто угодно, ведь проверить же информацию нельзя, кто с тобой связался, кто тебе деньги перевёл. Можно предполагать, что это делает одна страна или одна структура, а за этой структурой, может быть, на самом деле стоит какая-то другая. Повторяю, у нас сейчас очень мало информации, но, и повторяю, опять же, может быть, мы и не получим никогда достаточной информации, но чем больше Путин будет выступать с тем, что за этим стоит Украина, чем больше Медведев будет призывать к введению смертной казни, вот вчера он опубликовал вообще какой-то совершенно живодёрский такой текст, садистский, да, чем больше вот они будут ушки отрезать перед камерами всего мира, тем, я думаю, очевиднее всем будет становиться, что на самом деле с большой степенью вероятности за этим терактом да, стоят российские спецслужбы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова